Здравствуйте! Заседание экономического клуба объявляю открытым. Сегодня на повестке дня такой вопрос. Бесхозные земли. Где найти хозяина? Представлю участников нашего сегодняшнего заседания. Ольга Геннадьевна Серикова, начальник отдела Государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Оренбургской области. Валерий Иванович Новоженин, начальник управления по развитию малых форм хозяйствования, сельских территорий, перерабатывающей промышленности и регулирования земельных отношений. Вячеслав Михайлович Агеев, ферми. И Александр Петрович Писарев, глава Александровского района. Оренбуржий сейчас подсчитывает ущербы от саранчи. И вот приведу данные, что более 460 гектаров посевов пострадало от насекомых. Пострадавший аграрий наставит на том, чтобы законодательство заставило владельцев заброшенных участков обрабатывать свою землю. Потому что одна из причин распространения саранчи – это заброшенные участки. Каков объем вот этих площадей, которые никто ими не занимается и никому они не принадлежат? Если посчитать по площадям, то порядка 4 миллионов 200 тысяч гектар у нас заселается. Плюс 800 тысяч озимых, как мы всегда планируем и думаем, что мы эту цифру достигнем. Наконец-то миллиона гектар, как мы над этим работаем. И плюс к этому получается порядка 920 тысяч гектар. У нас эти земли не используются. Что это за земли такие? Но это земли, конечно, есть и малопродуктивные земли, но и земли сельхозназначения, которые просто-напросто на сегодняшний день не обрабатываются. Ну смотрите, фактически у каждой земли, у каждого земельного участка есть свой хозяин. Это может быть как государственная собственность, как областная или муниципальная. Но почему эти земли не обрабатываются? И как сложно или легко их изъять? У нас, к сожалению, большому всего лишь 65% это земли, которые поставлены на кадастровый учет и прошли регистрацию в службе кадастровой. То есть 45% земель у нас на сегодняшний день, они виртуальных имеют хозяев. То есть не установлены ни границы и не установлены конкретные местоположения тех или иных земельных участков. Вот эти земли, конечно, по этим землям большой вопрос. Кроме того, вот мы сегодня говорим еще про муниципальное образование, у нас есть еще и невостребованные земли, то есть это тоже проблема. Это порядка 1,3 миллиона гектар по области, это невостребованные земли, то есть это земли умерших, уехавших куда-то людей. С ними муниципальное образование занимается, я знаю, что это очень такая работа сложная, громоздкая работа, потому что процесс оформления именно невостребованных земель составляет тоже очень большое время. Александр Петрович, да, вот именно в вашем районе сколько невостребованных таких земель и сколько так называемых бесхозных земель, о которых говорил сейчас Валерий Иванович? В 2011 году мы с администрациями сельских советов провели интервизацию всей земли. У нас почти 194 тысячи гектар пашни. Из них вот выявлено было 81 тысяча гектаров земли, это невостребованные земли. В процентном соотношении? Ну, 41 процент практически. Почти половина. На этих землях практически творилась анархия. Сельхозпредприятия могли на них работать, бросать, засевать подсолнечник, потом бросать. Поэтому вот этот процесс мы с 2011 года начали процесс оформления. На самом деле, правильно сказали, что процесс этот громоздкий, сложный. Почему? Потому что администрации сельсоветов составили списки вначале собственников всех на 81 тысячу, а это в пределах 5 тысяч пайщиков. Это треть района Александровского. То есть 5 тысяч пайщиков не знают, куда деть свою землю или не хотят? Не знают, а практически это люди, которые умерли, выбыли, и которые не знают. То есть это висит в воздухе? Весь вот этот процесс. И сколько вы смогли вернуть за 4 года через суды? Вот на сегодня зареистрировали право собственности 45 тысяч гектаров земли. На сегодня вот уже решение судов есть еще на 5 тысяч, то в пределах 50 тысяч. А сколько осталось в воздухе? Ну вот осталось 31 тысяча. 31 тысяча. Да, ну мы под ним работаем. У нас 3 совета еще. 11 советов эту работу заканчивают, а 3 совета мы вот и работаем. Валерий Иванович, вот Александр Петрович сейчас говорит о том, что на таких земельных участках творилась волнейшая анархия. Кто-то заходил, засевал, потом бросал. Вот как этот процесс должен контролироваться? Конечно, должны осуществлять собственники непосредственно этих земель в первую очередь. Потому что действительно, ведь у нас на сегодняшний день есть такие примеры, когда заходят на паевые земли тот или иной арендатор. Ну не будем говорить про арендатор, просто-напросто самовольно, о чем сейчас говорит Александр Петрович. Сельхоз производитель. Сельхоз товаропроизводитель самовольно заходит на эти земли, начинает их обрабатывать. А с пайщиками договор соответствующий никто не заключает и, соответственно, расчетов никаких не производит. Поэтому в первую очередь, конечно, контроль этого собственника. И второе, контроль надзирающих органов, которые у нас на сегодняшний день есть, а их перечень определен законом. То есть у нас есть Россельхознадзор, у нас есть Росреестрослужба, у нас есть и Росприроднадзор, который тоже контролирует в своей части полномочий. Тоже использование земель. Ну и, конечно, правоохранительные органы, органы прокуратуры. Ольга Геннадьевна, насколько доступна вам такого рода информация, когда есть земля, у нее есть виртуальные собственники, в данном случае пайщики, а туда кто-то заходит и начинает возделать эту землю. Насколько доступна вам такая информация, чтобы проводить соответствующий контроль? Ну, такая информация поступала в Управление Россельхознадзора в Оренбургской области. Она не единична, но это прерогатива Росреестра. То есть по самозахвату земель сельхознадзора у нас по статье 7.1 занимается Управление Россельхознадзора в Оренбургской области. То есть данные материалы или обращения, которые поступали к нам, мы перенаправляем в течение пяти суток в эту службу для принятия соответствующих мер. Получается, здесь у вас связка, если Россельхознадзор это сделает, то тогда только? Это по самозахвату, поясняю. А по неиспользованию земельных участков гражданами, сельхозтоваропроизводителями, арендаторами земель. То есть эти полномочия в Управлении Россельхознадзора передали в феврале 2014 года. И, значит, реализация полномочий отдела государственного земельного надзора осуществляется с 1 января 2015 года, в котором как раз стоят основные задачи и требования относительно земель, которые зарастают сорной древесной кустарниковой растительностью. То есть утвержден порядок, при котором управление должны отслеживать и наказывать их. Та работа, которая сейчас проведена за полгода, с какой ситуацией вы столкнулись? То есть какова ситуация в области? Ну, на сегодняшний день в области, как сказал Валерий Иванович, они используются где-то 920 тысяч гектаров. То есть данные земельные участки не в обороте, то есть не выращивается сельхозкультура на этой земле. То есть при проведении контроля надзорных мероприятий сотрудники управления привлекают к административной ответственности землепользователей. В большей степени у нас выявляются именно собственники земель. То есть это те физические лица, которые в свое время были в колхозах или совхозах, данные земельные участки оформили на себя и на сегодняшний день их не обрабатывают. Ну и если они не используют, то есть им дается 2 года на освоение данных земельных участков по законодательству, если на третий год они не используют, мы их можем привлечь к административной ответственности. Если они не используются в течение 5 лет, то значит можно данные земельные участки изъять из оборота. То есть из оборота и собственность этих граждан, юридических лиц. Дмитрий Медведев предложил сократить эти сроки с 5 лет до 3 лет. Вот эти 2 года, которые даются на то, чтобы, скажем так, разогнаться и начать сроки. Это очень правильно. Правильно, да, вы считаете? Вот уже, допустим, на сегодня работы с Россельхознадзором мы почувствовали контроль. Вот, к примеру, у нас есть договора аренды, 2 фермера. Проверка Россельхознадзора, значит, хотя в договорах аренды они должны были провести агрохимические обследования земель, должны разработать мероприятия по, значит, улучшению, по защите от ветровой, водной эрозии. Вот этого не было, значит, Россельхознадзор предложил нам, как собственникам муниципальной земли, значит, расторгнуть договора. Мы, значит, работали с этими, ребята быстро поправились, начали эту работу проводить. То есть, даже вот такой на сегодня момент уже начинает дисциплинировать. Вот, а если, допустим, 5 лет, это срок очень долгий, понимаете? Вот у нас есть проблема в 90-х годах и в начале 2000-х, когда выходили, выделялись фермеры, как юридические лица было, еще по старому гражданскому кодексу, и им земля передавалась в собственность. В собственность. Да. Нет, в собственность. Да. И на сегодня многие из них уже ликвидированы, налогово их, как говорится, сняло с учета, а земля за ними числится, они не платят налоги никакие, и у нас нет возможности эту землю изъять. Поэтому надо вот сейчас сокращать эту землю, надо, чтобы тот хозяин был. Или муниципалитет, на сегодня два практически, или люди это собственники земли, или вот государственная собственность она находится, или муниципальна. Сейчас мы в нашем разговоре возьмем паузу, и после вернемся в студию. 9,5 миллионов гектар – такова общая площадь земли нашей области. Согласно данным сельхозпереписи за 2006 год, из них не использовалось 2,5 миллиона гектаров. В это число входят так называемые залежные земли, их 9 назад было почти полмиллиона гектар. Порядок в земельных делах наводят уже не первый десяток лет. Регламент законом прописан, но, как говорят в Росреестре, притворять его в жизнь сложно, но можно. Орган местного самоуправления обязан составить списки лиц, которые не оформили право собственности на свою земельную долю. То есть эти земли считаются невостребованными. Во многих районах эта работа началась и она продолжается, но есть районы, в которых данная работа еще и не начиналась. Зам руководителя Росреестра, рассказывая о процедуре возвращения неиспользованных земель в оборот, особо отмечает факт гласности и открытости. Поименные списки должны быть опубликованы на сайте муниципального образования и в СМИ. Однако дошла информация до владельцев или нет, это уже не в компетенции авторов списка. В кадастровой палате говорят, что жалобы, когда людей без их ведома лишают права собственности, поступают чуть ли не каждый день, но зачастую бывает уже поздно. Ну, периодически, несколько раз в неделю, можно сказать, в различных районах области поступают возражения относительно местоположения выделяемого земельного участка. Но не всегда люди укладываются в сроки. То есть, как правило, бывает, что либо возражения неграмотно оформлены. И уже после того, как земля оформлена по всем правилам, владельцев участков ждет другой сюрприз – земельный налог, который может значительно отличаться от земельного налога соседа. Здесь уже вступают в силу другие нормы закона. В пределах кадастрового квартала, как правило, и земля, кадастровая стоимость земельного участка может отличаться в зависимости от определенных качеств, условий и так далее. Итак, мы продолжаем. Сегодня на повестке дня такой вопрос. Бесхозные земли. Где найти хозяина? Вячеслав Михайлович, в первой половине программы мы затронули такую тему, именно кадастровая оценка земли. Как сложно или как просто сейчас оформить землю в собственность? При оформлении земли возникает очень много вопросов. У меня были такие случаи, которые сейчас в суде находятся. Регистрационная палата зарегистрировала, получили свидетельство, а кадастровая палата сняла с учетом эти участки. Просто нам просто это поселок в поселке. Семь участков, которые оформлял я людям, сняли с кадастрового учета. Почему? Несогласованность двух организаций. С кем и с кем? Кадастровая палата и регистрационная палата. И сейчас мы обращались в кадастровую палату, нам сказали, обращайтесь в суд. Опять же, мы столкнулись с другой проблемой. Пришли двойные налоги. То есть на новые свидетельства и на старые свидетельства. Пришли бы мне одному, я пошел бы разобрался. А здесь у меня 400 человек. Данные не приходят с кадастровой палаты, что этот участок, по старому свидетельству, получен новый свидетельство на этот же участок. Еще лучше я столкнулся с другой проблемой. Мне сейчас люди говорят, зачем мы переоформляли, мы большие налоги платим. То есть получается, как мне объяснили в кадастровой палате, что произошла оценка земли. Да, произошла она хорошо. Но по старым свидетельствам они платят все одинаковую сумму налога. А по новым свидетельствам, у кого больше, у кого меньше, у кого сколько. Земля одинаковая. Земля одинаковая. Покажите. То есть получается тогда, когда они получают новую свидетельство, кто-то автоматически проводит сразу оценку земли. Вы тоже сталкиваетесь с такой проблемой? Да, и у нас эта проблема есть в районе, да. И насколько эта проблема масштабна у вас? Ну, практически очень многие люди же не соглашаются. Вот, допустим, два соседа живут, одно поле разделенное. Один платит тысячу рублей, другой, к примеру, 7 тысяч. Понимаете? Или я просто виртуально говорю. Но вот такая проблема есть. Сталкивались ли вы с таким случаем, когда владелец земли, такая достаточно большая компания, он ничего не хочет на этой земле делать. Подходит срок, он ее переоформляет на новую. Получается, до юра он ничего не нарушил, но де-факто земля так и дальше стоит. Вы сталкивались ли вы с этим? Ну, паечки тоже бывают, они перепродают землю. Даже так, бывают деньги отдали сельхоз, допустим, производители. И там за них потихоньку оформляют. Или не оформляют, но работают. Они успокоились, а потом к ним уже все равно налоги приходят. Есть такие факты? Ну, есть и такие. Вы тоже сталкивались с таким случаем? Конечно, есть такие. Я думаю, что Александр Петрович абсолютно прав. Я думаю, что это не только в Александровском районе, это есть повсеместно. Я думаю, что в каждом районе есть такие собственники, при том есть собственники, которые оформили свою землю, имеют свидетельства, которые по тем или иным причинам просто владеют землей, но ею не занимаются. Просто-напросто для того, чтобы контролирующие органы их не трогали и, соответственно, другие правоохранительные структуры их не задевали. Заезжают один раз в год, загоняют или бороны, либо культиваторы. Прошли, обработали. Мы как бы занимаемся этой землей. Мы сталкиваемся с такой проблемой. Мы берем доверие и начинаем оформлять. Даже я эту землю обрабатываю, я не могу ее оформить на себя. По одной простой причине, потому что я не являюсь особыстником. То есть это в законе прописано. То есть, соответственно, начинаются какие-то вещи. Да, им приходят налоги. Я обращаюсь в налоговую инспектору и говорю, смотрите, вот у меня список тех людей, которые написали на меня доверенность. Они написали доверенность в обработке и все. Не давайте им, ну, не высылайте им чеки, потому что некоторым бабушкам 90 лет и 80. Это же нервная система расшатывается. Когда приходят налоги, она вроде, я же землю свою продала, а налоги мне приходят. Они говорят, нет, нельзя. У нас есть, то есть автоматически идет распечатка, автоматически идет рассылка. То есть получается, людям делают нервы, приходят рассылки. Потом я приезжаю еще раз в налоговую, собираю все эти списки и иду плачу. То есть мы платим в течение почти пяти лет, мы платим за этих людей. Но, ну, наверное, у государства много денег, да, потому что они постоянно этим же людям опять отсылают. Они не могут мне отдать один список. Знаете, вот у меня есть список, да, который люди мне дали доверить. Вот я как фермер, я боюсь ее обрабатывать, а в нее нужно деньги вкладывать. Вот я, собственно говоря, про это и вопрос. Да, вот эта неуверенность, она и заставляет просто быть, ну, отбывать номер на земле. Вот сегодня посеял подсолнечник, потом уже ведь дошло до того, что отдельные сельхозпроизводители начали сеять подсолнечник по подсолнечнику. И почему? Потому что он чувствует, что он не хозяин этой земли. Вот когда он будет хозяином, где появились хозяины, там хозяева у нас, в частности, в районе. А их уже очень много. Вот такие же фермеры, как вот наш коллега сегодня, они вкладывают все на сегодня. Приобретают новую технику, приобретают удобрения, и проводят агрохимические обследования земель, и получают урожай уже на сегодня, хорошие, неплохие урожаи. Ольга Геннадьевна, есть ли в функциях Россельхознадзора, и вот именно в ваших полномочиях, контроль, что засеивается на земле? Вот о чем сейчас Александр Петрович говорит, ну, вроде бы как собственник, да, но он засоряет землю. Высаживая такие сорные культуры. Мне хотелось бы сказать, что есть закон, федеральный закон об обороте земель сельхозназначения 101, есть закон об обороте земель по Оренбургской области 101, в котором было, значит, раньше утверждено, что земельные участки, если берут в аренду и в пользование, то договора аренды должны составляться на 5 и более лет. К сожалению, в прошлом году данную норму из 101 закона об обороте земель почему-то брали. Хотя эта норма регулирует, то есть сельхозтоварпроизводитель, тот же арендатор, да, берет земельный участок, составляет договор о аренде, регистрирует юстиции и 5 лет обрабатывает спокойно данный земельный участок, если он что-то делает правильно. Также соблюдается его оборот правильно, то есть не высевает ежегодно подсолнечник на одном и том же поле, то есть там пятипольный сель оборот правильно разрабатывает. Как понять, 5 лет спокойно обрабатывать? То есть вы заключаете договор о аренде на 5 лет, в законе это было раньше прописано. От 5 до 49 лет? Да, ну минимум, я сказала, 5 лет. Сейчас в законе это убрали, то есть вы можете заключить договор о аренде на 1 год, попользоваться данным земельным участком и бросить его. Совершенно правильно, поэтому когда мы с пальчиками встречаемся, мы говорим о том, что у нас, грубо говоря, о чем вы сказали, шестипольный севооборот, то есть я не буду на год ее брать, потому что вы завтра скажете, я ее заберу. Но законодательно получается, в законе нигде не прописано, что вы должны брать на 5 и более-менее на 5 лет? Нет, мы когда заключали, это было сделано, то есть мы через юстицию заключили договор о аренде. На то время, по-моему, было другой законодательство, на сегодняшний день оно изменилось. В связи с этим, может быть, и происходит вот это отношение к земле на сегодняшний день. Сейчас получается ситуация такова, что можно взять земельный участок в аренду на 1 год, посадить все, что угодно, и через год сказать, ну я все, у меня договор о аренде закончился, я урожай собрал и пошел дальше. Ну вот поэтому-то мы и говорим сейчас, что в течение года мало кто планирует что-то в эту землю вкладывать. Но ситуация такова и имеется. Имеется, имеется. И как часто? То есть мы в вашем районе, сколько на город? Практически, вот если касается муниципалитетов, то у нас меньше 5 лет договоров нет. Мы же, вот, который землеоформленный, мы сдаем его в аренду на аукционах. Вот, и там все прописано, здесь меньше 5 лет нет. И затем, вот, фермер или сельхозпроизводитель, который работает, он имеет уже потом преимущественное право перезаключать этот договор. Или имеет даже преимущественное право иметь право на выкуп. У нас уже такой был, прецедент в этом году, фермер один, который много лет обрабатывал. И, значит, там на сегодня неопределен порядок, значит, использования, контроля, как он использовал эту землю. Когда на каждом поле по 15-20 человек, вы знаете, как это проходит, я немножко объясню. То есть проводится собрание, голосуется, делается соглашение, соглашение, договор аренды идет в юстицию. Вот мы столкнулись с такой простой проблемой. Все это сделали, да, они всегда, жители проживают на этой местности. И, опять же, в 94-м году раздавали свидетельство. То есть некоторым жителям уже под 80-90 лет. То есть мы сделали соглашение, идем в юстицию. Мы же не знаем, да. А не отвезите эту бабушку сюда. Нет, бабушку, ладно, человек умирает. Все, или мы должны каким-то образом молчать об этом, или, как бы, мы попадаем тоже под статью. То есть мы обманываем. Если человек умирает, то, соответственно, вот я на одном участке, я, да, процедуру все. То есть мы опять эту процедуру делаем, идем в юстицию, опять человек умирает. Представляете, и мы вот сейчас вот этот участок до сих пор не оформили. Мало того, даже мы заключили договора аренды. Если кто-то вступает в наследство, то, соответственно, с ним же надо заключать договора. То есть, опять, процедура немножко непонятна, немножко, как бы, неустаканена, неправильно. Какие у вас предложения? Как упростить эту процедуру? Ну, в данном случае здесь же тоже есть право собственников. Один собственник умер, у него есть наследники. Как здесь упростить этот процедуру? На вопрос еще, почему появилась коллективная долевая собственность? По закону, в принципе, каждую долечку он мог сам провести кадастровый учет, оформить на себя свою долю, выделить ее на местности. И он тогда был настоящий хозяин. А у нас что получается? 200 человек объединились, одно поле сделали, да, там несколько полей. А потом получается этот процесс. У нас ведь много, он правильно говорит, Вячеслав Михайлович, что на сегодня, может быть, даже половина пайщиков проживает в городе Оренбург или где-то вообще. И они, у нас же тоже случаи бывают, звонят с Волгограда, вот вы мне не надо там натура оплаты, вы мне выделите деньги. Вышлите деньги. Да, вышлите деньги. Таких вопросов очень много. Поэтому вот этот процесс, ведь люди делали вот это межевание, кадастровый учет, делали как можно, чтобы дешевле выходило. А если бы было, что каждый на себе это оформил, выделил, и проще этот вопрос бы он решался. Хочется вернуться все-таки к вопросу контроля, какие культуры сажаются на земле. То есть получается, у Министерства сельского хозяйства нет таких рычагов, чтобы повоздействовать на арендатора, который зашел на год, на два, и сказать, что нужно сажать эту культуру. А он говорит, я нет, я не хочу. Нет, у нас, конечно, контрольных таких полномочий в Министерстве нет. Но, тем не менее, ежегодно мы собираем хлебо-фуражный баланс. И по районам обязательно с агрономическими службами смотрим, какой процент высевается, в том числе нашего легендарного подсолнечника, в том или ином районе. Конечно, по нормативу всем бы очень хотелось, чтобы площади подсолнечника не занимали не более 50% от площади, высеваемой по району. Но у нас, к сожалению, есть такие районы, которые занимаются. Но это экономическая, конечно, здесь чисто экономический интерес. Можно попробовать и привлечь те же органы Россельхознадзора, проводить агрохимическое обследование. Вот если бы было проведено агрохимическое обследование у того или иного, допустим, фермера Геев. Если у него проведено в этом году агрохимическое обследование полей всех. Вот, допустим, конкретного поля, где высевается подсолнечник у него в этом году. Провели, вот есть определенные показатели. Через год проходят, приезжают на это поле, посмотрели, есть ли или ухудшение снижения почвенных показателей по качеству земли. Если есть снижение, то уже, пожалуйста, есть статья в административном кодексе. Ольга Геннадьевна, насколько это реально, о чем сейчас говорит Валерий Иванович? Плодородие контролируется, конечно, мы контролируем. Мы мероприятия проводим по снижению плодородия и наказания ради землепользователей. Но мне хотелось бы сказать, что все равно нужно в законодательстве прописать именно что? Именно соблюдать все в оборот. В обязательном порядке. Да, в обязательном порядке. В законе это нужно. Потому что в федеральном законодательстве этой нормы нет. Понятно, но кто должен контролировать это все в оборот? А вот если... Остерхознадзор, Министерство сельского хозяйства, муниципальная власть или сами фермеры. Но на сегодняшний день мы все равно смотрим, как бы сельхозтоваропроизводители, они должны раз в пять лет проводить эти агрохимические обследования полей и вносить в зависимости от того, от потребности почвы, азота, фосфор на калийные удобрения. И мы знаем, что есть критерии, тоже по которым изымаются земельные участки из оборота. Если по трем критериям, по снижению, допустим, азота, фосфора и калия, в процентном выражении, происходит снижение, то это принесен ущерб земле. Данные земельные участки могут быть тоже изъяты из оборотов. Понятно, но как в данном случае проконтролировать эту ситуацию, если, допустим, фермер взял земельный участок на три года в аренду, а потом перешел на другое поле, а при этом нанес ущерб. В данном случае как бы... Здесь очень хороший вопрос. Вы говорите в течение трех лет, как это проконтролировать. Ольга Геннадьевна, тоже у них полномочия в службе, да и как и в других контролирующих службах, они ограничены 294-м федеральным законом. И, к сожалению, для контролирующих служб, для землепользователей, для некоторых особенно нерадивых, это, к счастью, проверки контрольные в отношении этих предприятий проводятся только лишь один раз в три года. И это, конечно, то есть вот в этом году проверили, и три года, по сути дела, они ограничены в своих правах, но три года туда никто не имеет права приехать и его проверить. То есть вот в этом плане обязательно, конечно, вот мы неоднократно тоже писали и обращались о том, чтобы рассмотреть этот вопрос на законодательном уровне и рассмотреть тот вопрос, что именно в части использования земель сельхозназначения никоим образом не регламентироваться положениями закона 294-го федерального. Потому что контроль за землей, за использованием землей, я думаю, что должен именно осуществляться ежегодно и надлежащим образом. А вот то, что вы говорили по севообороту, я думаю, что вот если спросить про Вячеслава Михайловича, даже вот про него как пример привести, он как нормальный собственник, нормальный собственник абсолютно, он сам понимает и сам контролирует. То есть если он будет каждый год сеять один подсолнечник, он прекрасно понимает, что через два года, через три года, там просто-напросто ничего не останется. Вячеслав Михайлович, ну если каждый год будут приходить проверки, когда работать? Ну, нас Ростельхозназор никогда не забывает, проверяет, как бы нормально все. Есть какие-то ошибки, выбирают. Но опять нужно сказать, нельзя все это под одну гребенку тотально. То есть были такие эти, что ДВ, удобрение, например, нужно вносить не менее 40%. То есть можно просто открыть, посмотреть, кто покупал удобрение, никто не покупал, площадь, и всех автоматически разослать штрафом. То есть этого тоже не надо делать, потому что та же Европа, она старается сейчас уйти от удобрения, органическое удобрение. Прости, вот по удобрениям, по этим, вот недавние репортажи про корейцев, про огороды. Убрали, убрали контроль за пестицидами, за внесениями. Убрали, его сейчас нет. И что происходит? То есть хорошо, что вы все понимаете, что можно в норме применять. И сейчас удобрения дорогие, конечно, к ним очень бережно относятся. Но вот так как работают вот эти ребята, которые просто-напросто в бочку с водой мешки закидывают и разливают, и льют ее бесконтрольно. Так тоже это... Но вы можете контролировать вот таких нерадивых, которые бесконтрольны? Сейчас Ольга Геннадьевна, вы договорите. К сожалению, у управления Росельхознадзора данные полномочия были изъяты. И на сегодняшний день данную сферу никто не контролирует. У нас в каждом районе есть управление сельского хозяйства, которое также может помогать и Росельхознадзору. Если взять там 80-90-е годы, я попал еще в них, да, был начальник управления сельского хозяйства, был агроном у него, был замаграном. То есть эти люди могут хотя бы ездить по району и собирать информацию. Конечно. То есть они делают общую картину, а потом уже общими усилиями как-то этот вопрос решать. Это очень просто делается. И эти люди есть, они находятся, в каждом районе находятся. То есть собрали информацию, донесли до Росельхознадзора, и общими этими решается эта задача. Очень просто. Это называется муниципальный земельный контроль, который на сегодняшний день, к сожалению, не работает на территории Оренбургской области. Вот даже взять статистику 2013-2014 года, с районов не поступило ни одного материала, муниципального земельного контроля, на основании которого мы могли бы вынести протокол и привлечь лицо к ответственности. А что я считаю, в них рычаги есть? Я объясню. Это вопрос очень просто. Это нужно законодательно прописать. У нас вот много лет была комиссия по обследованию земель, вот то, что мы работали. Мы приезжаем, мы не имеем права даже протокол составить или акт какой-то, что она. Допустим, кто собственник этой земли, он его не будет подписывать. То есть завтра же будет звонок в прокуратуру, прокурор скажет, на каком основании вы вообще сюда приехали. Поэтому мы, конечно, на сегодня вопросы отслеживаем. Мы знаем ситуацию, он правильно, Вячеслав Михайлович говорит, ситуацию знаем, вот уже мы первые попытки в этом вопросе делаем. Но муниципалитету должны в этом вопросе законодательно должны быть какие-то полномочия. А можно? Законодательно вам прописали, в земельном кодексе изменения были в марте месяце. Законодательно прописали, что вы полностью собираете, начинаете с начального этапа, то есть собираете полностью материал и направляете к нам в Россельхознадзор. Даже электронный документооборот предусмотрен в данном случае. Будем работать. Направляете нам, а мы уже по статье не смотрим. Если это наша полномочия, мы выносим протокол по нашей статье. Если не наша полномочия, то мы управляем другую службу. То есть на сегодняшний день, к сожалению... Давайте мы в нашем разговоре сейчас возьмем паузу и послушаем другие точки зрения, и после вернемся в студию. Окрестности села Бердянка, что в 25 километрах от Оренбурга. Ближние пригородные сельхозугодия выглядят по-разному. Где-то на больших площадях холышется подсолнечник, культура которой в последние годы у нас явный перебор. А где-то гуляет ветер в сорняковых зарослях. В компании инспекторов Россельхознадзора и хозяина земли направляемся к одному такому полю. Полынь горькая, чертополох колючий, молочай лозный. Вот далеко не полный список сельхозкультур, в кавычках, которые произрастают тут уже третий год подряд. Поевой надел, выделенный, что называется, в натуре, то есть на местности, имеет площадь 37 гектар и принадлежит жителю Бердянки и его семье. Раньше землю арендовал и обрабатывал местный фермер. Потом ему надоело закапывать в нее деньги. Урожая нет уже в течение 5-6 лет. Солонцы, песок, ну как не песок даже, а как зола с камнями. В былые советские времена, как известно, и небо было голубее, и трава зеленее. И на этом поле тогда зеленели совсем другие травы, нежели сейчас. Люцерна, ячмень, овес. В те годы животноводство имело большую силу. А нынче лишь унылые островы давно сгинувших ферм, фатальные неурожаи, да откровенная беспомощность новых землевладельцев. Что делать-то с ней, с этой землей? Госназор приехал, говорит, надо сеять, что-то сажать тут. Я даже не знаю, у меня техники такой нет, чтобы обрабатывать. К осени постараться сколько-нибудь запахать, сколько силы хватит. Россельхознадзор действует по закону. Не обрабатываешь землю, изволь получить штраф. На 3 тысячи рублей полегчал кошелек Ивана Письмарова. А есть еще земельный налог, и это уже 6 тысяч рублей. Заросли сорняков выходят очень уж дорогими. Не проще ли дать возможность работать на земле кому-нибудь другому? Я думаю, все-таки нужно попробовать, значит, собственнику земельного участка сдать в аренду данные земельные участки более сильным КФХ или главным КФХ. Те, которые смогут обработать, ввести в оборот. Кому она нужна? Никто эту землю не купит. Валерий Иванович, сейчас задача номер один перед нашим государством, перед нашей областью – это продовольственная безопасность. В начале программы вы говорили по поводу того, что порядка более 40% земли, вот у нас сейчас такой бесхозный. Какие все-таки нужно ввести сейчас меры, инструменты? Или их достаточно для того, чтобы все-таки вот эти 40% земли приносили нам доход? 40% не бесхозный. То есть, эта земля имеет собственника. То есть, у людей есть документы, виртуальные документы. То есть, просто не установлены конкретные земельные участки и не оформлено, не поставлено ни на кадастровый учет. У нас есть земли, которые на сегодняшний день, вот невостребованные, про которые мы говорили, вот, это вот по муниципальным образованиям. Есть земли, которые на сегодняшний день не используются. И вот про Саранчево вы говорите, есть земли еще федеральные, к сожалению, тоже, которые вот рассадником Саранчево у нас являются. Некоторые, которые не обрабатываются. Поэтому заниматься с этими землями нужно. И я думаю, что вот та земля, которая у нас на сегодняшний день есть, вот эти 4 миллиона 200 тысяч гектар, которые мы в этом году сеем, и вот планируем 800 тысяч гектар посеять о зимах, самая основная задача, которую ставят перед нами и губернаторы правительства Оренбургской области, чтобы эти земли были должным образом обработаны, чтобы были посеяны нормальными семенами, с нормальной агротехникой и, по крайней мере, по возможности и с удобрениями. Потому что, конечно, удобрения на сегодняшний день очень дорогие. Вячеслав Михайлович, ну в данном случае, вот как привести все в порядок? Согласитесь, если у вас рядом поле, вы его обрабатываете, а рядом с вашим полем находится поле, которое не обрабатывается. И получается, вам приходится дважды обрабатывать против Саранчи и так далее, и так далее. То есть наносит достаточно серьезный ущерб. Ну опять тут нужно смотреть, в каких районах земли-то не обрабатываются. Я так думаю, что, по-моему, где я был, то есть в Солилецком районе, да, мы бы заехали, там, я не знаю, как ее обрабатывать, эту землю. То есть вот эти районы, ну я считаю, где земля нормальная, где люди работали, она все обрабатывается. Если вот нашу сторону взять, я как бы особо не видел, что бесхозная земля. В ту сторону едешь, да, там очень много. Ну, вы сталкиваетесь с такой проблемой когда? Да, есть у нас, и у нас в районе в пределах 48 тысяч гектаров на сегодня тоже не обрабатывается. Просто вот, которые раньше были инвесторы, они сбежали. У нас земля обрабатывается только своими местными кадрами на сегодня. Ну вот мы ежегодно в пределах 5-10 тысяч гектаров в обработку вводим. Вот в этом году уже в пределах 10 тысяч гектаров в обработку ведется. А если рядом с таким полем находится хорошее поле, с хорошим хозяином, то в данном случае какие рычаги у этого родивого хозяина есть? Потому что, ну, вот соседство, ему или надо самому выходить на это поле убирать, да, чтобы сохранить свой урожай? Или как вот он может повоздействовать на такого виртуального собственника, который как бы есть, но и в то же время его нет? Ну, он должен сообщить в контролирующие органы, то есть в Ростельхознадзор, ну, должен предоставить полностью пакет информационный. Для того, чтобы мы подвезли к 94-му федеральному закону, создали приказ и выехали, обследовали данный земельный участок и привлекли собственника. Если не ради собственника, это ничего не делает. Ну, хорошо, он заплатит один раз штраф, он заплатит второй раз штраф. Мы выписываем предписание, то есть он должен в течение срока, который указан в предписании, принять какие-то мероприятия. Если он что-то не предпринимает, так же опять его привлекает к ответственности. Ну и, как я уже говорила, если он не использует данный земельный участок на третий год, мы привлекаем его, а если пять лет не использует данный земельный участок, то мы готовим пакет документов и можем направить на Министерство сельского хозяйства для изъятия этого земельного участка из оборота. Как быстро вы его вернете из оборота и отдадите нормальному, родивому хозяину? Насколько это все легко и сложно? Самое интересное то, что действительно у нас с 2011 года Министерство сельского хозяйства указом губернатора наделено этими полномочиями, но у нас за этот период не поступило ни одного материала именно по изъятию земель у того или иного нерадивого собственника. А это почему? Потому что там нужно ежегодно подтверждать, что данный земельный участок не используется так, как нужно. А ежегодно подтверждать контрольные органы не могут, поскольку 294 закон говорит, что один раз в три года мы можем только там проверить. Это парадоксальная ситуация. У нас были случаи административного привлечения тех или иных лиц, но те нерадивые собственники, которые не используют земельные участки, они вовлекли в оборот. То есть мы выписали предписание, выехали проверить предписание, а земля это в обороте, то есть она тоже обрабатывается. В связи с тем не направлять материалы в Министерство сельскохозяйства. Только в оборот она может быть возвращена за счет подсолнечника, который он на год посадит, а потом... Мы могли просто обработать, о чем я говорю. Загнали бороны, культиваторы, прошли и все. И как бы она в обработке. Если посчитать по площадям, то порядка 4 миллионов 200 тысяч гектар у нас заселается, плюс 800 тысяч озимых, как мы всегда планируем и думаем, что мы эту цифру достигнем, наконец-то миллиона гектар, как мы над этим работаем. И плюс к этому получается порядка 920 тысяч гектар у нас эти земли не используются. У меня были такие случаи, которые сейчас в суде находятся. Регистрационная палата зарегистрировала, получили свидетельство, а кадастровая палата сняла с учет этих участков. Просто нам просто это поселок, в поселке 7 участков, которые оформлял я людям, сняли с кадастрового учета. Почему? Несогласованность двух организаций. Мы с администрациями сельских советов провели интервьюзацию всей земли. У нас почти 194 тысячи гектар пашни. Из них выявлено было 81 тысяча гектаров земли. Это невостребленные земли. Есть закон об обороте земель по Оренбургской области 101, в котором было раньше утверждено, что земельные участки, если берут в аренду и в пользование, то договора о аренде должны составляться на 5 и более лет. К сожалению, в прошлом году данную норму из 101 закона об обороте земель почему-то брали. Здесь еще много вопросов прорехали в вопросах законодательства. И вот о чем мы говорили, здесь должна быть на сегодня хорошая связь муниципалитетов и с правительством Оренбургской области, и с контрольными органами. Вот в совокупности уже практически определенная база есть. Этот вопрос можно наработать и, как говорится, привести все в соответствие. Проблема есть, но самое главное в этой проблеме, решая ее, не перегнуть палку, не сделать так, чтобы было хуже. А чтобы это не произошло, все-таки нужно общаться с людьми, которые работают на этой земле, которые в первоочередное с этим сталкиваются, взять с них с этой информацией и как-то упростить эти законы. Вольфа Геннадьевна. Мне бы хотелось, чтобы более точную предоставление информации в управление Россельхознадзором, для того, чтобы мы могли проанализировать данные материалы, которые направляются, и помочь сельхозтоваропроизводителям, главам районам, для того, чтобы привлечь этих лиц, которые не используют данные земельные участки. Контролировать землю сельхозназначение должен все-таки один орган. А у нас на сегодняшний день, к сожалению, часть полномочий есть у Росреестр по земным сельхозназначению, какая-то часть есть у Росприроднадзора, какая-то часть есть у Росрехознадзора. Все равно землей заниматься должен один орган. Если подводить итоги, то можно сделать такой вывод, что все дискуссии, как на уровне правительства, так и на уровне Госдумы, сводятся к одному. Ничейные угодья должны наконец-то приносить урожай и доходы в казну. Один из вариантов – разрешить сельским поселениям по решению сходов граждан обращать невостребованные доли в муниципальную собственность. Хорошо бы только не забыть о правах на эту землю законных наследников, которые могут объявиться позднее. А заодно упростить процедуру получения долей для тех, кто уже узнал о подарке судьбы, но никак не может им завладеть. Это была программа «Экономический клуб». Встретимся с вами на следующей неделе. Кто у нас будет в гостях и на какую тему мы будем говорить в этой студии, вы узнаете из анонсов на нашем канале и в программе «Новости дня». Оставайтесь на телеканале ОРТ «Планета» и проводите время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова